Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007. Добро пожаловать в игру, которая стала настоящей ядерной трагедией для профессионального корейского киберспортсмена. Игру с величайшим ядерным ударом в истории Старкрафт 2. Мы находимся на карте Романтицид. В левом верхнем углу появился Чо Сунг Джу. 23-летний корейский прогеймер из команды Envy. Абсолютный рекордсмен и 4-кратный чемпион корейской Глобал Старкрафт 2 лиги. Это Мару. Его соперник 24-летний корейский зерк Канг Минг Су. Трехкратный чемпион турнира в серии DreamHack. Победитель корейской Старкрафт 2 Старлиги. Это Солар. Представитель команды Кайзи Гейминг. Мару и Солар встретились в рамках группового этапа Intel Extreme Masters Katowice 2021. Чемпионата мира по Старкрафт 2 2021 года. Безусловно, Katowice уже много лет проходит в очень интересном и крутом формате. К сожалению, в этом году этот турнир проходит в режиме онлайн. И хоть он по-прежнему называется Katowice, соревнований непосредственно в польской арене не проводятся. Но, тем не менее, игры все равно получаются безумно интересными. И, естественно, когда сражаются два корейских чемпиона, то и играют они на корейском же сервере. Нет никакого пинга, нет иных сложностей, которые могли бы помешать киберспортсменам показать их высочайший уровень игры. Поэтому игровые условия оптимальны. Оба игрока могут в комфортной обстановке играть у себя дома в удобное время. И с учетом того, что это чемпионат мира, они играют на запредельной мотивации. И они собираются показывать весь свой скилл. Прямо здесь и прямо сейчас для нас с вами Мару открывается стартовым рипером-разведчиком, который должен получить информацию о том, что происходит дома у зерга. И заодно попытаться забрать одного из стартовых зерлингов. Но мы видим, что Солар просто идеально справляется со своей задачей. Солар сохраняет всех собак. Вот он, квартет зерлингов. Который сейчас может спокойно прогрызать камни. Ну, а вот и рипер. Одинокий рипер-разведчик. Который, безусловно, и дальше будет пытаться получать всю необходимую информацию о том, что делает зерга. Вот, например, ставится третья база. Мару об этом знает. Сейчас можно попробовать запрыгнуть на главную базу и посмотреть, есть ли там дополнительные королевы. Солар, мы видим, активно тянет слизь и у себя дома и здесь. Но вот этот криптумор становится целью рипера, который прекрасно справляется со своими разведывательными функциями. Все здорово делает Мару. И дома мы видим, что у терна ставится собственный третий командный центр. Так что он собирается играть с упором на экономику, точно так же, как и зерк. При этом зерк тоже очень хотел бы разведать. Мы видим апгрейд на скорость оверлордам в производстве. Вот этот оверлорд очень скоро полетит на разведку, для того, чтобы понять, что происходит на терновских базах. Так что оба игрока, с учетом того, что на кону в групповом этапе чемпионата мира действительно многое, рисковать не собираются. Самые надежные, самые мощные стратегии в макроигре с абсолютной разведкой. Со стороны зерга это разведка быстрым оверлордам, который пролетает прямо сейчас и получает информацию о том, что у соперника уже готов третий командный центр. Пока не совсем понятно, это будет пехота или механизация. Но, например, понятно, что фэктори на реакторе находятся уже в течение довольно долгого времени, а значит терн строит большое количество гелеонов. Кроме того, оверлорд пролетает еще раз над производящими зданиями и видит, что в технической лаборатории у барака что-то заказано, значит можно предположить, что это стимпак и соперник идет в пехоту. Предположить, в принципе, с достаточно высокой долей вероятности, но при этом ставится бейнингнес довольно ранний, потому что там опять-таки большое количество гелеонов, которые в теории могут трансформироваться в хеллбатов и оказать очень серьезное давление на наземное войско зерга. Тем более, что воздушное войско зерга явно, если появится в этой игре, то весьма и весьма не скоро. Пока мы видим, что Солар сфокусирован на обороне, какие-то серьезные контратаки он не проводит, буквально одним зерглингом попробует пробежать еще раз и посмотреть, что же там делает оппонент. Вот эти две инженерки, например, это прекрасный сигнал о том, что у соперника дальше будет точно пехота, и Солар получает эту информацию. Кроме того, в этот момент проезжают гелеоны. Гелеоны наносят очень неплохой урон по распространению слизи. Фактически все опухоли в этом секторе были забраны гелеонами. Это означает, что распространение слизи в этом достаточно важном для зерга направлении будет замедлено. Викинг пролетает на главную локацию зерга. И мы видим, что сейчас планируется атака терна по трем направлениям. Гелеоны проезжают со стороны третьей базы и наносят урон минеральной экономике. Либератор раскладывается на второй локации. И на главной базе викинг воюет с королевой. Здесь гелеонов зажимает в угол. Солар прекрасный контроль от зерга, который не позволяет гелеонам отсюда уехать. Максимум один спасется. На пяти хп с семью фрагами он уезжает. А здесь либератор продолжает харассить. И, кстати, очень неплохого результата добивается этим либератором Мару. Шесть фрагов у либератора. Он разворачивается и, видимо, попытается зайти с другой стороны и сделать еще пару убийств. Всего один зерглинг на карте. Больше боевых юнитов у Солара нет. Но, в принципе, больше ему сейчас и не нужно. Либератор еще раз разложился. И минус два дрона. Вдобавок к предыдущим успехам. 11 рабочих уничтожено. Это неплохой результат для Мару. Даже с поправкой на то, что именно по потерянным ресурсам мы видим, что как будто бы ситуация не слишком сильно в пользу Терана. Но, так или иначе, сейчас 60 рабочих на 66. То есть Теран не то, чтобы сколько-нибудь ощутимо отстает от соперника. Мару сейчас высаживается двойным дропом устроящейся четвертой локации Солара. Безусловно, попытается здесь позабирать слизь, а в идеале и отменить ставящуюся локацию. Пока весьма успешен Мару. Опять-таки, уже 12 криптуморов удалось забрать за счет первого рипера, гелионов. И теперь уже дропа морпехов, который отправляется на вторую локацию к Солару. Здесь у Зерга тоже будут проблемы. Канг Мин Су немного не успевает за действиями своего соперника. Мару действительно игрок более скоростной. Это вообще, конечно, игрок абсолютно феноменальный для второго Старкрафта. Для тех, кто, может быть, не очень хорошо знаком с этой игрой и не понимает, что такое абсолютный рекордсмен и четырехкратный чемпион GSL. Мару еще и самый молодой игрок в истории телевизионного корейского Старкрафт 2. Он выступил на большом оффлайновом турнире, который транслировался на всю Южную Корею еще в 2010 году, когда ему было всего-навсего 13 лет. И таким образом поставил рекорд в мире второго Старкрафта. В мире первого Старкрафта там еще был 12-летний Бэйби, ныне Тиуай. Но, в общем, все это было очень давно. У Солара каких-то суперрекордов нет. Солар-то, знаете, просто такой трудяга, который, в принципе, и не обделен. Он очень даже серьезным талантом, вообще не бывает, без таланных корейских прогеймеров, но который берет свое или, может быть, брал в свое пиковое время именно трудолюбие. Мы вот к этому турниру, к этому матчу и Солары Мару подошли в оптимальной форме. И сейчас они должны демонстрировать свою оптимальную форму, в том числе в управлении войсками. И вот в таких сражениях Мару разбегается от Бэйлинга в разные стороны, преследует Солара своего соперника Мару. Казалось, что сейчас потеряют всю эту группу Марпехов на подбегавших Бэйлингах, но каким-то чудом Терран все равно устоял в этом сражении. Были, правда, потерянные танки. Марпехи фокусят Бэйлингов одного за другим. Очень здорово контролит Мару и улетает. Сильно битым медиваком на 14 хитпоинтах Мару. Новая волна идет давить. Именно в этом направлении собирается Мару. Видимо, он очень хочет забрать именно эту локацию Солара. Солар на всякий случай уже дублирует базу внизу. Но, естественно, отдача этой базы не может входить в его планы. В принципе, он восстанавливает здесь Слизь. Безусловно, наличие Слизи необычайно важно для Зерга, потому что она дает бонус по скорости для Зергингов и Бэйлингов. И тем невероятно важно как можно быстрее докатываться до юнитов Террана. Массовую контратаку как будто бы сейчас отправляет Солар. И эта атака может быть перехвачена этим двойным дропом. Ну или вообще вопрос, кто тут кого перехватывает на самом деле. Солар, судя по всему, собирается отдавать эту локацию. Он уводит отсюда рабочих. Он действительно делает очень серьезную ставку на контратаку. Посмотрим, с работой ли она. Серьезная порция Бэйлингов катывается. Забирает здесь стенку. Мару просто спасает, эвакуирует. Марпехову, возможно, рабочих тоже стоило бы эвакуировать. Здесь агрессия от Мару развивается. На южном фронте, на северном фронте он забрал у соперника локацию. На третьей базе у Мару просто катастрофа. Потеряны абсолютно все рабочие. Минус 27 терновских СВ. В то время как Зерга рабочих не терял. 82 на 45 преимущество по экономике. Зерга просто титаническая, если он все свои локации сохранит. Эту базу он сохранил, действительно. Здесь излаживается группа Марпехов на второй локации Солара. Солар подкатывается сюда бейнингами Мару. Неплохо расконтролил, хорошо разменялся. Лимиты, в принципе, довольно близкие. 128 на 141. Боевого лимита больше у Терна. Экономики, естественно, сейчас намного больше у Зерга. Танк-танк! Перехватывается. Блистательная игра от Солара в этом эпизоде. Удалось забрать очень важного, ценного газового юнита Терна. У Терна и у Зерга уже доделываются апгрейды 2-2. В случае Зерга, естественно, это апгрейды именно на коготь, на линговый бейнов, не на гидролисков. Снова под ударом эта база и уничтожает ее Мару. Даже не успел Солар отменить хэтчери и вернуть себе часть денег. Здесь подбегает куча зернгов, которая блокирует четвертую локацию Терну, но не бежит дальше. Дальше на возвышенности Терн уже действительно готов обороняться, в том числе за счет танков. В немыслимо высоком темпе играют Мару и Солар. Просто в немыслимо высоком средний АПМ. 400 у Терна, 474 у Зерга. Фантастика. Они кликают по 7-8 раз за секунду. И они продолжают осуществлять огромное количество маневров, за которыми даже мы едва успеваем следить. А ведь на самом деле игроки еще и успевают делать кучу всего дома. То зачем мы и близко не успеваем. Вот посмотрите, например, что делает Зерг. Зерг только что заказал адреналин. Грейды на люркеров. Здесь он отбивается от дропа на южном фронте. Дальше нужно реагировать на северном фронте. Здесь соперник мешает тянуть слизь. Делаются инъекции. Дозаказываются новые юниты. Дополнительный заказ рабочих на ставящуюся локацию. Также ставятся газы у Солара. Он понимает, что дальше необходимо будет расходовать газ на люркеров и вайперов. Первый вайпер появился на карте. Ему же высасывает ману Солар. Что в это время делает Мару? Мару прилетает своими двумя медиваками на возвышенность на южном фронте. Здесь действительно хотелось бы Мару зафиксировать какое-то локальное продвижение вперед. Занимается он экономикой дома. Готовится к разного рода контратакам. Здесь в любой момент он готов принять сражение. Снова, естественно, на двух фронтах будет параллельно вести наступление Мару. На северном фронте это небольшая группировка, которая, видимо, просто не дает ставить новые локации. А вот здесь мы видим очень серьезное наступление. Но есть вайперы, вайперы, которые шикарно врываются с этими великолепными блайндинг-клаудами. И Мару вынужден просто покидать поле боя. Без танков он здесь драться не может. Он продолжает контролить против бейлингов. И как будто бы разминивается визуально очень недурно. Мы видим, что действительно по потерянным ресурсам сейчас именно утерно дела обстоят немного лучше. Однако считать это серьезным успехом Мару не приходится. Здесь есть справа и колонии, поэтому все сложнее и сложнее будет Мару наносить сопернику какой-то урон на второй локации. Пытается он пролететь и с этой стороны. Но и здесь готов Солар. Солар отбивается везде. Он отбил свои пять бас. У него есть 83 дрона, адреналин, грейды на люркеров. И ситуация не самая веселая для Мару, потому что он отстает по лимитам. Это для терна на таком этапе игры всегда неприятно. Потому что когда зерг делает технологичный переход, это как раз лучший момент для терна, чтобы оказать на него давление. Вроде бы давление удается оказать именно здесь. Внезапно треснула оборона зерга на шести часах. Удалось здесь Мару добиться такого локального успеха. Отменить сопернику локацию. Продолжают летать медиваки, но не очень битые. А там же где-то были вайперы. 121 зерглинок на карте. У Солара максимально такая собачья армия. И да, да, вот они вайперы. Вот она паразитическая бомба. На 17 хп, правда, улетает один медивак. Мару продолжает выжимать абсолютный максимум из каждого своего юнита. Здесь внезапно куча люркеров Солара перешла в контрнаступление. Но захлебнулось контрнаступление на этих трех танках. Невероятно высокий темп игры удерживают и Мару, и Солар избавлять обороты. Они и близко не собираются. Фактически 200 лимита у обоих игроков. Здесь Солар пытается выбить эту группировку. И одновременно с этим напасть на четвертую базу оппонента с гигантским количеством люркеров. Туретка бьет по люркерам, но Блайндин Клауд помогает. Не по люркерам, по вайперам, конечно, помогает спасти вайперов. Тем не менее, тут есть еще и викинги, поэтому вайперы долго жить не будут. Но это не мешает Солару продолжить наступление. Люркеры закопались уже фактически на локациях Мару. Сложнейшая ситуация для терна. Здесь бейлинги вкатываются прямо в минеральную линию, в рабочих которой чинили планетарную крепость. Планетарную крепость Мару пока чинит. Пока там все в порядке. Но Солар пытается именно эту базу выбить. И, похоже, Мару будет вынужден ее отдать. В это время контрнаступление проводит Мару. Мару успел выбить сопернику локацию здесь. Даже не знаю, успел ли он забрать сколько-нибудь ощутимое количество дронов. Судя по всему, нет, но я абсолютно не представляю, каким образом вообще можно уследить за всеми событиями на карте. Как играют эти корейские профи. В гастов потихонечку перестраивается Мару. Да, гасты против люркеров в комбинации с танками. Это именно тот состав армии, который может останавливать вот такие наступления зерга. Такие наломы волнами, которые сейчас демонстрирует Солар. Пробивает камни Солар для пущей мобильности своей армии. Для того, чтобы как раз быть максимально близко к новой локации. Отвлекся Солар от камней. Что-то, возможно, произошло в другом направлении, что заставило его отступить. Мару пытается зайти с другой стороны. Нет, но мне кажется, перемещение вот между этими областями реально зергу нужно. Поэтому выбить камни было бы здорово. Мару перехитрил оппонента. Он напал немного в другом направлении. Просто фокус хэтчери. Убивает он королеву. Королева предсмертный трансьюз бросает в хату. Поэтому забрать ее не удастся. Тут Мару снова летал. Было дропом где-то. Но Солар отлично отбился. Ставит еще одну локацию. И собирается идти вперед вновь на эту четвертую базу терна. Но тут такие редуты, вы посмотрите на это. Огромное количество танков. Группа гастов, которые своими снайперскими выстрелами уже готовы разваливать люркеров. Солар тем не менее не выглядит так, как будто собирается останавливаться. Не выглядит так, как будто он хочет отдохнуть. Хочет привести дыхание. Хочет сбавить темп. Такого не будет. И у Мару естественно такого не будет. Еще раз дроп заходит на эту локацию внизу. И просто пытается Мару суициднуться для того, чтобы добить хэтчери. Но она выживает на 70 хитпоинтах. Неудавшаяся жертва. Неудавшийся такой себе терновский пехотный гамбит. На такой стадии игры Мару почистил немного слизи в центре карты. Солар сейчас только заказывает грейды 3-3, которые у терна уже готовы. Поэтому Мару в принципе может чувствовать себя очень комфортно. Он пытается закрепиться на четвертой локации. Для того, чтобы затем перейти на пятую, которая уже сейчас мы видим ставится. Ставится пятый командный центр. Очень мощная оборона у Мару по всем фронтам. Огромное количество танков. 10 танков, 11 гастов разбросаны по разным участкам карты. Невидимые гасты идут вперед. Здесь как раз еще не готова споровая колония. Какой же шикарный прием от Мару. Солар не то чтобы проспал этот эпизод. Он не мог знать, что эти юниты к нему подходят. Они невидимые. А детекции здесь еще не было. Не было ее на позиции. Солар пытается наказать гастов. Не дать ему идти. Практически бомбы в медиваке, которые эвакуировали гастов прямо с поля боя. И, судя по всему, Солар хочет продолжить. Нет, нет. Не станет этот выпад гастами поводом для того, чтобы нарушить хрупкий мир, существовавший на романтициде в течение последних полутора минут. Нужно ждать 3-3, как мне кажется. Армия зерга. 3-3 явно нужен здесь Мару. Пока суд до дела взял и дропнул еще одну группу морпехов. Еще одной такой красивой высадкой. Он таки добил эту локацию на 6 часах. В очередной раз. Это уже пятая уничтоженная зерговская база. За 17 минут игры. И первый ядерный удар в производстве Умару. Естественно, то, что делает позднюю стадию игры в матче 5лз максимально зрелищной. Еще и является достаточно эффективным игровым приемом, который можно задействовать и на чемпионате мира. И еще раз минус хетчере. 8 мародеров. Такая группировка, которая не боится зернингов и бейлингов, если их не шибко много. Ну и которая, естественно, может в любой момент эвакуироваться в медиваках. Не удастся, видимо, спасти этого мародера. И полетели паразитические бомбы в оба медивака. Тут уж приходится как-то жертвовать мародерами. Высаживать их на поле боя и пытаться выжимать из них хоть что-то. Пока дома, видимо, будут заказываться более качественные юниты. Новые гасты, новые либераторы, новые танки. Так и есть. Мару просто жертвует этим лимитом для того, чтобы восполнить его чем-то более качественным. И под шумок, пока летают медиваки с мародерами, Мару пытается перейти на пятую базу. Да, сейчас терну нужна стабильность. Терну нужен комфорт. А зерк в такой ситуации, знаете, что может делать? Зерк в такой ситуации, например, может готовить какие-то хитрые трюки а-ля проползающие инфестры, которые выманивают гастов. Если не видели, обязательно посмотрите игру матча 5-го зэ, которая на этой же карте состоялась, где зерк выиграл игру одним шикарным трюком с проползшим инфестром. Солар пока не хочет делать ставку на инфестров. У него в армии из юнитов поддержки именно вайперы. На них делается ставка. Я бы не сказал, что какая-то супер серьезная, потому что всего два вайпера. Основная ставка, естественно, на гидролистов, люркеров, зергангов, бейлингов и на сильную экономику, которая есть у зерга, и которая позволила ему уже сейчас накопить 3,5 тысячи минералов и газа. А терран копит танки и гастов, терран копит сильную армию. И видно, что игроки будут действовать в том стиле, который больше всего соответствует концепции этих рас. Сейчас терран пытается играть сурово от обороны с такими красивыми прям шахматными оборонительными позициями, с настоящими редутами и фортификациями, которые сооружают мару. Посмотрите, планетарная крепость, турели, хранилища, которые чисто заграживают пространство, огромное количество танков, сенсорные вышки, гасты. Все есть у зерга, у терна, в смысле, в то время как у зерга есть деньги. Может быть, не самая качественная армия, но легко восполняемая. Такая армия есть у зерга, именно на нее он будет делать ставку. И Марвот, что еще очень здорово делает, он продолжает защищать слизь по всем фронтам. И зачистка происходит с завидной регулярностью. Ну и да, минус очередная база уже седьмая. Седьмую хэтчери теряет Солар. Солар хочет отомстить. Сейчас появится мана на паразитическую бомбу, 125 единиц энергии нужно, но это пустые медиваки. Полные остались в другом месте. Да, минус 2 медиваки, это тоже приятно, но Солар может чувствовать себя в безопасности. А это обманчивое ощущение, потому что, видите, как оказалось, терн особо никуда не улетал. И Марвот, опять-таки, смотрите, какой красавец. Вот он создает экшен в правом верхнем углу карты, да? А под шумок он что делает? Занимает левый и нижний, конечно же. Продолжает здесь строить кругом туретки, танки, вышки, планетарки. Все у него здесь есть. И пробивать эту блокаду Зерку будет безумно тяжело. А Тин Кидролиск это весь антивоздух, который тут есть у Солара, поэтому не мудрено, что Мару легчайше пролетает мимо. Солар даже эту локацию ставит, которая максимально удалена от текущих позиций Мару. Игроки уже фактически захватили по пол карты. Но для того, чтобы это действительно было 50 на 50, Терну нужны вот эти две локации. Потому что сейчас как-то получается, что у Зерга намного больше базы, поэтому менее выгодный размин по ресурсам более чем допустим. Для Зерга Кайзи Гейминг. Терран Энви мы видим ставит Fusion Core. А это либо батлкрузеры, либо либераторы с дальностью. Ну, можно еще, конечно, сделать апгрейд на кулдаун буста и скорость медивакам. Но такой апгрейд делается достаточно редко даже в поздней стадии игры. Назвать его, знаете, чем-то таким must-have довольно сложно. Солар внезапно разворачивает наступление на южном фронте, где, казалось бы, абсолютно непробиваемые позиции у Терна. Споры тут есть против либераторов. Люркеры подкапываются все ближе и ближе. Как будто бы действительно всерьез собирается наступать в этом направлении Зерг. Но, может, он всерьез собирается. Вот как-то осуществить на практике непонятно. Тем более, что у Мару еще есть такие, знаете, заградительные ядерные удары. Чисто позиционные, которые могут вытеснять Зерга с этого направления. И давать Мару возможность спокойно добывать на южном фронте. Первая ядерка приземлилась. Фактически ничего не забрала. Ну и Солар понимает, что, наверное, давить в этом направлении это пока абсолютный бесперспективняк. Нужно что-то другое. На северном фронте одна база отменена. Ее все-таки собирается занимать Мару. Другая локация наконец-то готова и вовсюду бывает. Потихоньку появляется запас по ресурсам уже и у Терана. Он действительно делает апгрейд на дальность Либератора. И для Либераторов делает апгрейды 1, 2, плюс 1 на атаку и уже плюс 2 на броню. Все новые и новые планетарные крепости тут по периметру строятся. И что делает Солар? Он таки идет вперед, выдергивает несколько танков прямо на Леру. Неплохо получается. И можно даже попробовать сейчас напасть на эту локацию. Так и делает Солар. Закапывает Люркеров. Сюда подбегает вся его группа лингбейлингов. Но там слишком много танков сзади. Вынужден таки приостановить свою агрессию Зерк. Зерк дозаказывает новых Караптеров. И это неспроста. Уже даже готовы грейды 2, 2 на воздух. Солар так под шумок. Успел обзавести всеми необходимыми апгрейдами. И запас по ресурсам 8 тысяч на 8 тысяч. При этом и близко не оскудел. Пока здесь происходили все эти размены. Командный центр в воздухе. До свидания. Идут вперед Гасты. В нижней части карты похоже, что Мару решил пойти. В наступление. Причем как-то даже без танков, без либераторов. Абсолютно непозиционное такое наступление. Просто, знаете, зуб за зуб, глаз за глаз. Ты мне выбил одну локацию. Я тебе тоже выбью какую-то другую. И неважно, чем завершится это наступление. Ведь оно может завершиться абсолютным терновским фиаско. Потому что Солар нападает на наименее укрепленные позиции Терана. Здесь выдергивает вайпер. И даже Гастов не стесняется. И таким образом действует Зерк. Все еще есть аверсиры в воздухе. Значит, есть детекция. Но не удается выбить планетарную крепость. И тут какое-то гигантское количество викингов, которое прогоняет карапторов Солара. По-моему, это наступление Зерка было не очень удачным. Действительно, по потерянным ресурсам ситуация выровнялась. И более того, по локациям... Точнее, не выровнялась. Наоборот, усугубилась, наверное, для Зерка, да? Выровнялась она по количеству локаций. Вот посмотрите, что происходит. Битмару занял сразу две локации сверху. И для Солара это тревожный знак. По деньгам он разменивается менее выгодный. Если по базам будет 50 на 50. Если оба игрока отожмут 8 локаций на этой карте, а сейчас все идет именно к этому, у Солара будут большие проблемы. Ему срочно нужно действовать. Нужно не дать Терну либо эти локации, либо как можно быстрее выбить эту. Но, наверное, это даже уже не очень актуально, с учетом того, как мало денег там осталось. Какой вариант выберет Солар? Солар заказывает большое количество брудлордов. Он добавляет инфестров. Действительно перестраивается в своем составе армии Зерк. Возможно, он подготовит очередной штурм нижней части карты. Здесь, поверху, бежит Мару. Забирает у соперника кучу слизи. Да, нападает Солар именно внизу. Здесь как будто бы ослабла оборона Терна. И мы видим мгновенный результат. Пробитый его редут. И уничтожена планетарная крепость слева внизу. Но снова зуб за зуб. Снова Мару удается забрать одну. А может быть сразу и вторую локацию Солара удастся забрать. Она уже на оранжевый хп. Подлетели брудлорды. Мародеры и морпихи просто вваливают весь свой урон в хенчери. И забирают ее десятая. Юбилейная. Потерянная Соларом база в этой игре. Да, Терну, конечно, хочется возобновить добычу в левом нижнем углу. Но у него есть две новых свежих локации. Пока Мару бояться особо нечего. У Солара очень слабый внезапно запас именно по минералам. Но при этом стоит понимать, что богатый газ здесь он уже выкачал. А соперник, наоборот, только-только начинает добычу богатого газа. Поэтому весь этот дикий запас по газу, который есть у Солара сейчас, он спустя какое-то время может растаять. Мару тратит деньги под ноль. У него никакого запаса нет, но есть 200 лимита. И есть планетарные крепости сверху, которые так просто не выбить. Поэтому Мару, видимо, будучи уверенным в своих позициях на севере, сейчас снова ведет контрнаступление на юге. Еще минус одна, минус одиннадцатая. Уже локация для Зерга. Но он отвлекся не просто так. Он в этот момент начал наступление именно здесь, на Северном фронте. На двенадцати часах у Терна две локации. С ними нужно что-то делать. Выдергивается Либератор. Хороший фраг и ЕМП в холостую. Побросал Мару. По-моему, не попал ни по инфестрам, ни по вайперам. Пять инфестров и два вайпера. Да, вайперы с маной здесь. То есть паразитическая бомба может зайти в любой момент. А здесь что происходит? Здесь куча мародеров. Подбежала и еще раз забрала. Локации что происходит? Что вытворяет Мару? Еще минус две базы. Тринадцать хенчери. Он уничтожил своему оппоненту. С абсолютно дикой скоростью продолжает играть Мару. У Солара уже начинаются проблемы. Мне кажется, чаша весов окончательно склоняется в сторону Терна. У него выгоднее размены на девять тысяч. У него карта поделена пятьдесят на пятьдесят. И потихоньку тает запас по ресурсам, на которые ранее делал основную ставку Солар. Март даже начинает добавлять Торов. Почему нет? Торы выйдут сразу же с грейдами 3-2. Да, у Зерга уже почти на все 3-3, кроме Королевы Люркеров. Но отставания какого-то существенного все равно не будет по апгрейдам у Терна перед Зергом. Здесь мы видим, что оба игрока планируют занять эту локацию. Посмотрим, кому это по итогу удастся. Линия фронта очень сильно растянулась. Практическая бомба викинга. Неплохо реагирует Мару. Минимальный урон получают все остальные викинги. Но все равно хотя бы какой-то урон это уже здорово для Зерга. Потому что его юниты хилятся. Восстанавливают хитпоинты сами по себе. А вот юниты Терна нет. Туретка сгорела. Мар не заметил, что она догорает и не успел ее починить. Да, ну а здесь, как обычно, ударный отряд готов отменять в любой момент свежую локацию Солара. У Солара вновь начинают копиться деньги. 2000 минералов, почти 6000 газа. Хороший запас и опаснейший ядерный удар сейчас прямиком в этот стэк брудлордов. Справляется с этим гастом Солар. Было близко и он еще и здорово попал. Связка микоз плюс паразитическая бомба. Тут куча викингов получила урон. Смотрите, как по потерянным ресурсам. Только что было минус 9 тысяч, а сейчас уже минус 6. Но зато пришлось отменить в очередной раз зергу локацию слева внизу. Похоже, что добывать там собирается скорее Терна. Это войско зерга рассыпалось. Дрон тоже никуда не денется, как вы понимаете. Еще 8 инфесторов в производстве. И невральный паразит есть. И закопка есть. Поэтому можно провернуть тот самый корейский трюк с закопанными инфесторами, которые будут перехватывать гастов. Но пока другой трюк проворачивает Мару. Да, очередное забегание кучи мародеров. Но неужели минус еще одна хэтчери? Да, так и будет. Мне кажется, Солар и эту потеряет. Это уже 14-я потерянная база в этой игре. Добивают мародеры хату. Улетает после этого в медиваках. Ну, неплохой ход от Мару. Опять-таки мы видим сразу повеселее. Чуть стало по потерянным ресурсам. Уже минус 7 тысяч. Но вот с этой армией надо что-то делать. И признаться, я не вижу пока какого-то супер рецепта. У Терна планетарная крепость горит. У нее, кстати, аж 40 убийств у этой планетарки. То есть она свой урон тоже успела внести. Зерг вновь контратакует слева внизу. Продолжают игроки постоянно создавать давление на нескольких фронтах. Очень интересная, безумно крутая активная игра. Еще один ядерный удар прямо на надвигающуюся армию Зерга. Играет с огнем Солар, но разворачивается все-таки в виде красную точку. Не поймал он Гаста и решил не играть с соперником в слишком опасную игру. Убей Гаста в последний момент, которая называется... Да, здесь все пытается и пытается и пытается Мару выйти на новую локацию, но никак не удается. Эта база слева внизу, похоже, никому не достанется. Ее какое-то время подобывал Терна, но сейчас Зерг мешает там добывать. Кстати, Терн не может туда перебросить большую группировку, потому что основная угроза-то здесь. Здесь две локации у Терна, здесь намного важнее удачно держать оборону. 32 минуты игры позади, фактически. И все еще абсолютно ничего не понятно. Запас по ресурсам у Зерга веселее. У Терна как будто бы лучше перспективы за счет того, что он почти поделил карту 50 на 50 с поправкой на то, что он не добывает эту базу. Ну и 8 тысяч разницы по потерянным ресурсам, при том, что это в основном минералы, а не газ. Ну вот, да, если добывать и эту локацию, тогда Мару точно будет впереди. Но если эта локация не будет работать ни у того, ни у другого, тогда вопрос. Все будет зависеть от того, насколько выгодно игроки будут размениваться. Тем более, что эти Брадлорды, похоже, действительно задают много неудобных вопросов Терну, скажем так. Так, решил передислоцироваться Солар. Решил, что этой локации все-таки угрожать уже слишком сложно. И нужно попробовать выбить базу слева внизу, которую как раз пытается восстановить Терн. Может быть, это хорошая идея, с учетом того, что здесь пока нет никакой статической обороны. Нет даже планетарной крепости. И Мару вряд ли горит желанием во все это сильно вкладываться, с учетом того, что никаких гарантий нет, что эта база будет работать. И действительно, Мару как будто бы пока просто отказывается от сражения за эту базу. Танк, по-моему, уничтожен сплэшевым огнем своего товарища. Здесь очередное забегание пехоты для того, чтобы, видимо, забрать... Какую там по очереди? Пятнадцатую уже, да? Да, пятнадцатую зерговскую локацию. Но пока безуспешны эти попытки Мару. Еще один ядерный удар заставляет Солара немного отступить. Немного спал темп. Видно, что сейчас Солар действует очень осторожно. Он фокусируется на том, чтобы не было этого строгого деления карты 50 на 50. И на том, чтобы его размены были максимально эффективны. То есть каким-то одним наскоком он пробить соперника не может. А значит, нужно сейчас максимально аккуратно контролить армии. Правильно давать сопернику сражение. Правильно выбирать позицию. Не проигрывать оппоненту тактически. Мару тоже, кстати, хороший тактический маневр предпринимает. Посмотрите, оба игрока сейчас пытаются качать одну и ту же локацию. Не факт, что это хорошая история для Мару. Опять-таки, ему нужна статическая оборона для того, чтобы здесь драться. Или ядерный удар. И еще один тактический ядерный удар. Зерг смело идет вперед. Но пока не видит этого Гаста и не может его забрать. Поэтому он вынужден отступать, так как скоро ядерная ракета приземлится. И именно ядерная ракета уничтожит эту базу. Справа сверху продолжается очередное наступление Мару. Где он пытается таки выбить эту локацию. И тут ему, кстати, в помощь несколько либераторов отрядили. Поэтому, скорее всего, да, сможет Мару пробить оборону Солара. Достаточно хрупкую в этом направлении. Но с другой стороны, слева внизу по-прежнему неопределенность, которая выгодна скорее Дергу. Потому что эта локация по разделению карты 50 на 50 принадлежит именно Терану. Да, еще раз минус хата. Шестнадцатая в этой игре. Мародеры под медиваками просто чудеса вытворяют. Прямо отказываются умирать. А здесь что? Здесь микозы проходят по викингам. Болезненные потери хитпоинтов для викингов Мару. Надо бы их подчинить. Но такое ощущение, что даже Мару как-то не обращает на это внимания. Слишком много всего на карте сейчас происходит. Да, эту локацию своему сопернику Теран выбил. Зерк отступает, хочет перегруппироваться. У него 15 брудлордов, но он делает больше. Брудлорды сейчас, видимо, будут основной ставкой Солара. Потому что они очень хорошо работают и против танков, и против статической обороны. И с гастами, в принципе, могут справляться. Особенно при какой-то удачной инициации. Забегание собак и карапторов. Но тут много либераторов и туреток. Мы видим, что это забегание увенчалось ничем. Однако в очередной раз поднят командный центр. В очередной раз трудности с добычей в этом направлении у Терна и у Зерга. Так не достанься же ты никому! Похоже, именно по такому принципу собираются играть Мару и Солар. По отношению к этой базе. И в этом смысле, конечно, по потерянным ресурсам. Табличка представляет наибольший интерес. 51 тысяча на 59. Солару нужно исправлять эту ситуацию. Потому что у него денег становится все меньше и меньше и меньше. Еще один ядерный удар от Мару. И еще один ядерный удар от Мару. Мару при помощи двух ядерок хочет выиграть позицию. Хочет заставить Зерга отступить. И, естественно, это дает Мару время. В том числе на добычу. По сути, он разменивает ресурсы, потраченные на ядерку. На ресурсы, которые он может добыть за то время, что Зерг отступил. Тут довольно неплохое ЕМП. Но дальше Мару понял, что ядерки, скорее всего, не приземлятся. Поэтому гасты отошли немного назад. Здесь что? Очередное забегание пехоты. Так, так, так. Новая серия нашего любимого сериала. Уничтожь сопернику. Локацию начинается прямо сейчас. Справа сверху. При поддержке либераторов. Там будет вести наступление пехоты. А здесь очень хорошие микозы. Сильнейшая инициация от Солара. Он идет вперед. И можно сейчас нападать. Да, влетают ЕМП. Очень здорово в армию Зерга. Но Зерг успел отброситься и микозами, и паразитическими бомбами. И здесь воюют 18 карапторов против 16 викингов. Это очень неплохое соотношение сил. Именно для Зерга брудлорды выбивают эту локацию с потрохами. Дальше карапторы отступают к королевам. Которые помогают своими трансфьюзами воздушной армии. Зерга карапторы разрывают викинга в воздушном сражении. Армия Мару терпит фиаско. 122 лимита остаются у терна без малейшего запаса по ресурсам. Здесь остаются крохи. Здесь, да, свежая порция мулов. Еще относительно неплохо выглядящая локация, с которой можно подобывать какое-то время. Но это все, что есть у Мару. Потому что левый нижний угол выбит его, сразу же занимает Солар. Большая локальная победа для Зерга по потерям. Минус 3,5 тысячи всего нафтевая. Это абсолютно играбельно для Зерга. Особенно с учетом того, что он таки отжимает эту локацию у оппонента. Мару, правда, да, да. Очередной дроп, очередное забегание. 17-я база потеря на Зергам. Но назвать это катастрофой, откровенно говоря, язык не поворачивается. 190 лимита у Зерга, 130 лимита у терна. Запас по ресурсам у терна минимален. Быстро восстановиться он точно не успеет. Игра выглядит практически выигранной для Зерга. Но, естественно, нужно прежде всего закрепиться вот на этой локации. Это самое главное. Не дать оппоненту выбивать добычу здесь. И вообще неудобно для Зерга, что сейчас ему фактически было бы здорово добывать и эту локацию, которая находится в правом верхнем углу. И эту локацию, которая находится слева внизу. Здесь по-прежнему довольно серьезное количество минералов. Где-то 5000. Но и здесь отнюдь не крохи. Около 3000 минералов и 1700 газа. Это тоже не те ресурсы, которые хочется отдавать сопернику. Да, эта база точно богаче. Тут более 4000 газа и более 5000 минералов. Но все равно нет ощущения, что эту базу можно просто отдавать на откуп Мару. Скорее всего, Солар попробует в каком-то похожем стиле действовать. Одну базу качать, а на другой мешать сопернику добывать. Но для начала он развивает наступление здесь. Развивает наступление в центре. Еще один ядерный удар. Пытается найти этого Гаста. Зерга кликает по нему, но похоже не попадает. Не было детекции. И ядерная ракета просто приземляется прямиком на эту армию Зерга. На армию, которая была и которая сплыла. Армии у Зерга больше нет. Еще одна ядерная ракета в это время отправляется в левый нижний угол. 120 единиц лимита осталось у Солара. Только что было 200. Еще одна ядерка в этот же момент выбивает последнюю добычу в левом нижнем углу. У Солара 89 лимита. Он отбрасывается микозами. Попадает по всему стеку викингов. Но этого недостаточно. Потому что Солар отдал свою армию на одной ядерной ракете. На величайшей ядерной ракете, которая когда-либо была в мире второго Старкрафта. На ракете, которая выбила весь Зерговский лимит и выиграла Терану игру. Для Солара это поражение стало фатальным. Он потерял все шансы на выход из группы в чемпионате мира по Старкрафт 2 в 2021 году. Это настоящая ядерная трагедия для безусловно талантливого, крутого и сильного Зерга, который стратегически в этой игре уже почти победил, но допустил ту самую фатальную ошибку. Для вас комментировала Alex007. Обязательно приходите на прямые эфиры Intel Extreme Masters Katowice с 26 по 28 февраля. И смотрите записи на моем YouTube канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь отзывами в комментариях. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся.